Доброго здравия, друзья! Снова с вами Северная Сказка. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, потому что сегодня мы поговорим о Громнице. Что такое Громнице? Что это? Это то, что в кельтской культуре называется Инболк. Чтят там возрождение, обновление богини Бригитты в качестве молодой девы. Но я буду рассказывать, конечно, о славянских представлениях об этом дне. День-то в любом случае знатный. В славянской культуре имеет другое название Громница. 2 февраля. Это один из восьми дней коллагода. Это мощная точка. Точка коллагода великого окружения, годового колеса, двигающего нас сквозь время. Что за день такой? А ровно между Колядой и Ирила. Между приходом молодого зимнего солнца Ковиды и весеннего солнца Ирила. Само по себе это важно, потому что это время отмечено сменой женского влияния на мир Яви. Кто был? Управительницей Марена, богиня Зимы. Она еще не уходит. Еще впереди мартовские костры. Но управление Явьем уже берет молодая Леля, светлая сестра, богиня Зимы, Леля, которую называют богиней весны и любви. Так в славянской мифологии ведет не перерождение одной и той же богини, а смену власти между сестрами, дочерьми, богословами и богиней Лады. Есть ли традиции праздника? Есть и давние. Прежде всего, это огонь и вода. В ночь на громницу в 12 часов полуночи ходят к трем колодцам набирать воду. Эта вода считается целебной. Ею брызгали больных родственников, скотину купали, поили детей. Вода, освещенная на громницу, признается равносильная водокрестный, потому что это день встречи зимы с летом. Так объясняли бабушки. Дети вечером перед сумерками где-нибудь на пригорке первый раз негромко закликают солнышко. Солнышко-ведрышко, выгляни красное из-под гор-горы, выгляни солнышко до вешней поры. Видела ли ты, ведрышко, красную весну? Встретила ли красная свою сестру? Видела ли солнышко в старой егу, бабу-ли-егу, ведьму зиму? Если заклинаемое солнышко-ведрышко и в самом деле выглянет перед закатом, значит прошли последние морозы. А если нет, ожидая еще власиевских морозов, февральских, на день власия елиса. Вот такие обычаи были на громнице. Громничные свечи, особые для этого дня. Почему громница-то? Считается, что это время очищения нового света и первой весенней грозы. Ну вот уж не знаю, как у нас на севере, но мне говорили те, кто живут по южнее, что правда, бывают в этот день грозы с дождем и молниями. Обычно готовят, всегда готовят к этому дню особые свечи и освещают их в домашних условиях, считают, что их сила сохраняется целый поворот коллагода до следующей громницы. Свечи могут быть небольшие на полчаса и большие на несколько часов горения до полуметра высотой. Делали их обязательно из чистого пчелиного воска, особо припасенного для этого случая. И сейчас важно, чтобы ваша громничная свеча была не стериновая, не парафиновая, а только восковая. Этого природного материала, который впитывает, хранит, отдает людские чувства, мысли, пожелания. Ну, сейчас уже, друзья, легче достать чистый воск, чем некоторое время назад. Поэтому, друзья, пожалуйста, только чисто восковые громничные свечи. И я хочу обсудить с вами вопрос христианских традиций. Христиане или славяне чтут громницы? Конечно, христианская православная церковь, она не могла просто проигнорировать такой великий праздник, который неукоснительно отмечался всеми древними народами, в том числе и славянами. Поэтому в христианстве тоже отмечают этот день. Конечно, придавая ему свой религиозный смысл. Отмечают встречу старца Симеона и младенца Иисуса, происшедшую по легенде в Иерусалимском храме на сороковой день после Рождества. Как бы то ни было, у славян в этот день тоже был важен именно встречи. Но, друзья, встречи зимы и весны. Народные поговорки свидетельствуют это. На сретение зима с весной встретились. Сретение солнца на лето зима на мороз поворотило. Последние зимние морозы было принято сретенскими. Сами видите, что речь скорее идет о природе, о погодных условиях, о магии изменения в природе. Можно сказать, что граммница – это день, который искрит напряжение. Мифологически сила свечей, граммничных свечей связывалась с громом, а значит, силой, огнем, громом, защитой, распугиванием нечисти и всякого зла. Воплощением этих сил для древнего славянина всегда был бог грома Перун и его супруга, богиня грозы, Дива Додола, Перуница. Поэтому считалось, что именно эта божественная пара помогала юной богине Лёле в том, чтобы завоевать свое право, прийти на землю после зимы, растопить снега, позаботиться о смене погоды. Морена-то уходить не хочет сильно, Моренушка-зима. Сколько у нас получилось богов и богинь? Любовь Перун – богиня Додола, богиня Марена и богиня Лёля. Почему тогда этот день считался чародейным днем, когда очень правильно было проводить посвящение и передачу силы у знатков? Почему? А потому что здесь есть и пятая божественная сила, да еще какая – сама богиня Макош, богиня судьбы и магии. Вот и получается, по мнению нашего народа, что Сретение – это громкая воинственная встреча божественных сил, очищающих место для нового, дающих свет на новую жизнь. Настоящая встреча. Громничные свечи делали и освещали. Можно ли сейчас самостоятельно в славянских традициях изготовить и осветить громничную свечу в домашних условиях? Друзья, можно и даже можно. Надо заранее побеспокоиться о свечах, тонкие, восковые. Скрутить из них трехствольную свечу спиралькой или косичкой. Может быть, даже семиствольную, а может быть, даже девятиствольную свечу. Вот почему очень важен именно чистый воск. Парафин, стеарин ломается, и только воск, немножко плавясь в руках, превращается в спираль или косичку без особого ущерба для целостности тонких свечей. Поэтому только воск. Помимо того, что это важно для того, чтобы воск впитал магию этого дня, магию вашего заговора. Обряд состоит в том, что садимся или встаем напротив алтаря, проводим обережный круг три раза посолом, держим свечу незажженной и произносим заговор. Летел орел из-за океана моря синего. Нес орел кремний до кремницы, стрелы до молоньицы. Разбросал орел кремний и кремницы по крутым берегам, по темным лесам, а громовую стрелу кинул во сыру землю. Како ушла громова стрела в мать сыру землю. Тако канут прочь все болезни до хворости, тоски до печали, сглазы со уроками до призороками. И как отгородилась от кремня до кремницы малая искорка, от громовой стрелы жаркая полымя. Такого сгорится свеча громничная на оберег дому сему, от темной полночи до ясном дне. И как есть я хозяин на большей всем дому, как медведь в обору. Такого заговариваю я свечу громничную словом вещим, словом верным, словом алатырским. Будет и свеча громничная во хладе теплом, во тьме буди светом, в болезни горестим утешением, в анапости защитой. Светом твоим осиянным прогонения дуги и болезни, порчи и порухи за болото топучие, за корбы дремучие, за пески горючие. Да будет моим людям здравие, лад и веселье, а всякому рощению и доброму сотворению плод. Слово свое замком замкну, а ключи в океан море пущу. Веки пуики, а ты не дувики. Этими словами привлекается внимание светлых богов к себе. Собирается благодать в свечу. Положите такое свечу на хранение. Можно мощно закрепить свой заговор, зажечь свечу, да начертать ею знак перуницы в воздухе. После этого гасите свечу или делайте с ней обход. Помните о своем обережном круге. Как только основной обряд закончен, стирайте обережный круг противосолонь трижды по тому месту, по которому ходили. Как хранить громничную свечу? Традиция заключается в том, что у вас этих свечей много. Вы эти свечи используете и для защиты, и для того, чтобы очистить от болезней, и для того, чтобы обрести что-то важное. Вы используете ее на славление предков на Красном Куте. И если вы делаете обряды, это лучшая алтарная свеча, какую можно пожелать. Словом, свечей должно быть много. К тому же, каждую свечу можно зажигать и тушить несколько раз. Неиспользованные пока свечи можно хранить вместе с угарочками. Те свечи, которые раньше зажигались, хранят в одном особом месте. Раньше громничные свечи хранили, перекладывая их по клей. Вот если у вас есть Красный Кут, то там. Если нет, то на полке, в закрытом ящике, например. Громничные свечи можно хранить целый год, зажигая их по праздникам или особым случаям. После года хранения на свечу, если осталось, надо сделать новый заговор, обновив прежний. Иначе она станет просто сковой свечой. Ну, напоследок, друзья, какими бывают громничные свечи? Помимо размеров и, соответственно, времени горения, имеет значение из скольки стволов свита громничная свеча. Вот трехствольная свеча. Такая свеча закладывает основание всякому делу. Открывает путь в светлое будущее. Тройная свеча – символ мирового древа и рода Творца. В ней неисчерпаемые возможности творения. Именно такую свечу зажигают пред всяким важным делом. Есть семиствольная громничная свеча. Если человек желает удачи в пути, подсказок интуиции, вещих снов, то зажигает семиствольную свечу. Но есть еще, конечно, девятиствольная. Как мы знаем, число 3 – священное число. Число 9 – это трижды по три. Эта свеча завершает один путь и открывает другой. Выводит человека на новую ступень. Число 9 собирает в себе все другие числа. Последнее число 9 – то, что создан народом-творцом, раскрывается и воплощается в полной мере в явном мире. Зажигают эту свечу, когда желают счастливого завершения дела. Словом, друзья, громничная свеча – это овеянный традициями, приметами, особый предмет, в котором знающие видят ошеломляющее соединение природных сил, магия удивительного дня, который бывает только один раз в год. Друзья, делайте громничные свечи, заговаривайте, приобретайте. Их никогда не бывает много. На благо, надеюсь, вам мои труды. Подписывайтесь на наш канал, если не сделали это, ставьте лайк. Это помогает нам всем вместе продвигать распространение важных знаний о традициях нашего народа. На благо, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...